Сейчас Светулька будет для моего мужа, для Джефа. Готовите его любимый, самый любимый бутерброд, который у Светы есть в ресторане. Но перед этим я выпью шампанского. Вместе, Светулька. Мы с собой Новый год не встречали. Вот сейчас немножечко ходите. Снимайте нам. Ну всё. Ну давай. Сейчас. Как ты начинаешь, Светуля? Курицу я помыла, посушила. Кстати, в Америке, говорят, я, кстати, у многих слышала, говорят, курицу мыть не надо. Кстати, да, я тоже слышала. Я не могу. Я не могу. Я должна промыть, я должна пообрезать. Не могу. Она какая-то вот скользкая для меня. Нет, я не могу. И Света говорит, зачем мыть? Да это какие-то бактерии. Нет. Девай очки. Давай. Так, что ты сделаешь? Так, я сейчас разрежу на бутербродики. А, на три части даже. Да, да, вот так вот. И замариную, конечно. Ну вот сейчас тарелочку сюда. Кстати, вот это, где вот верхняя, там немножечко плёночка. Я немножко советую. Вот так. Ну это я так делаю, потому что она скукоживается. Понятно, да. Скукоживается. Я всегда так делаю. Я не знала про такой тип. Да, да, да. Я всегда так режу, потому что в ресторане, когда делаю, кусок-то большой, он потом развернётся к этой полоске. И так сделаешь, а ну нет, нет. Ну так вот. Я в такой довольный будет Света. Я представляю. Таш, он сколько раз говорил, эх, сейчас бы шеф с феврит. Так, ну всё. Такие хорошенькие кусочки получаются. Отлично. Вполне приличные. Можем потом просто пожарить. Кстати, кстати, Надя, можешь потом эти кусочки... Потому что ты будешь только один, да, использовать? Я только один. Я выберу самый красивый, возможно, вот этот. Ага. А эти потом, ну они маринованные будут. В принципе, потом из этого можно как шницей сделать. Понятно. Посмотри, что ты добавляешь в маринад. Так. Ну, как грязная. Это приправа, которую привезла Наташа. Мама нам купила. Наташа с России привезла. Смотрите, какой сбор интересный. Да. А запах. Вот пойдем в Россию, Свет, надо было спросить, что он добавляет. Да, да, потому что, возможно, этот сбор можно и здесь собрать. А сейчас? Это сухой чеснок я добавляю. Хорошо. Я добавляю чёрный перец. Ага, щедренько. Я люблю много специй. Я прям обожаю, что было много специй. Соли, потому что там нет нигде. Потом. Не надо оливковое масло или растительное. Не надо корректировать. Светуля, вот там смотри, вот открывай, да. Вот обычное. Доставим меня тянуться. Так. Добавляю. Я вот так обширеную всегда. Много специй, маслица. А запах будет. Оно быстро, да? Оно мясо тоненькое. Нет, Суш, таковы не нашли, чтобы оно промариновывалось. Нет, не надо. Кстати, курица, когда она промариновывается, стоит долго. Жесткость. А ну, у нее вкус, вот как вот. Прокисше? Нет, нет, нет. Не прокисше. Мне не нравится, напоминаю, вот как вот в ресторанах иногда берешь, я сразу замечаю, что курица долго стояла. Нет свежести вот какой-то. Ага. Как будто, бывает соленое, например, мясо? Поняла, поняла. То же самое с курицей. Опять, я говорю, просто с своего вкуса. Конечно. Так, все. Все, сейчас мы это пленочкой закрываем и убираем. Хорошо. Так, ну что, Светуль, давай мы сейчас сделаем, курицу будем ставить. Она у нас достаточно промариновалась. Курица, ты где? Сзади меня. Курица, ты где? Хожу, своими штанами гремлю. Так, масло здесь разгоняем. Не сильно это. Выберем кусочек, красивый, вот этот, поинтереснее кусочек, побольше, пожирнее, поглушее. Так, все. Все, сейчас с двух сторон, да, бушок жарится? С двух сторон. Курица быстро жарится. Курица готовится. Мы сейчас должны постараться разрезать этот мягкий круассан. Ну, кнопка. Сделала вот такой нож, я надеюсь, он пойдет. Ну, это как хлеб резать, да, с этим ножом? Ну, как будто получается идеально. Отлично. Все, все, разрезался идеально. Смотрите, какой он у нас грязный. Вот, Джефф, повезло. Кстати, кстати, даже не надо смазывать никакими соусами, Надя. Думаешь, не надо? Ты думаешь, надо? Немножко для вкусов должен быть. Слишком тоненький. Я думал, потому что он любитель такого остренького, я запросто. Давай, давай тогда сделаем. Я тебе дам, какой, я думаю, ему понравится соус. Ой, листики, смотрите, прям продаются отдельные листья на бутерброды делать. У меня, я, кстати, в ресторане, когда заказываю гамбургер, я хлеб не заказываю, потому что у меня аллергия, у меня вот такие листья. Правда? Мне вот такие листья заворачивать. Я как раз думаю, блин, мне листья такие надо купить. Да, вот они пока в холке пьет. Так, листочек с полосками, потому что я не нашла, что они промытые три раза. Помидорочка у нас есть хорошая. Ох, ты как жопочку не вытащишь, правда? Вот какая пьянка. На совесть сидит. Пьянка. Вымыем по тре. Ага. Так. Сейчас я переверну свою курсю. Как раз она длинненькая такая получается. Как раз на круассан. Как раз на круассан идеально. Немножечко я сейчас уберу звук. Угу. И прикрою. Прикрою немножко. Ой, я представляю, как Джефф будет с таким удовольствием есть. Вкусненько будет, да. Так, пока у нас это готовится. Свет, он у вас в ресторане популярный этот бутерброд? А, у меня у нас есть определенные люди, кто едят этот бутерброд. Прямо я точно знаю, что они только едят. У меня есть люди, которые чередуют этот бутерброд и... Мид лаурсы, небось. Нет, нет. Любители мя. Стейк-бам. Стейк-бам. Да. Вот тоже будет снять рецепт такой. Тоже ведь классный бутерброд вообще. Так, ну-ка, что мы тут? Сколько надо будет долек таких цветов? Вот это я всегда убираю, конечно, на омлеты. Ну, правильно, да-да-да. Вот таких вот. Вот так, листочек мы вот так ложим, два кусочка. Какой ты будешь помадочку-то вешать у нас? Вешать помадочку. Я думаю, вот это ренч хлопильный, немножечко островатый. Теперь я вот так вот сделаю сюда авокадо. Я все сначала... Не очень. Не очень, мне нравится. Свету. Ничего страшного. Ножи тоже. Ножи, да, ножи. Я вообще тоже немножечко крэйзи по ножам. Я постоянно покупаю новые, чуть затупились. Я уже покупаю новые, потому что очень не то. А ты вот так вот и сразу положишь на это. Все, вот это так, да. Хорошо. Где у тебя бекон? Бекончик вот тут, Света, готовит. Ага. Я сейчас бекон сразу положу в этом. Воробочку прогрею его. Он уже готовый. Готовый был, да. Да, я вчера ему на завтра готовила. Это ничего страшного, мы даже иногда просто слегка подогреть его. Бекончик. Так, чтобы он немножко смягчился. Я вот так и сделаю тут. Это достаточно. Так как, нет, в этот бутерброд идет глучие, плесенью. Так как у нас зверхи нет, это не проблема. Мы можете любить чедо, фето, наверное, пойдет, да? Фето пойдет, фето пойдет. Маленькая дырочка. Я никогда так не сделаю. Вот многие делают маленькие дырочки, а я сразу должна разорвать. Ну, мы сделаем пармезан. Насыпаю прям на руку. Ну-ка. Я вот так сейчас положу. Хороший это если? Да. Все, он сейчас нарастает. Это без разницы какой сыр, абсолютно. Так, сейчас мы возьмем ножичек. Ножичек, ножичек. Такие все не мои, все не мои. Все, ты привыкаешь к своей посуде, к своей кухне, где что лежит. Уже знаешь, а здесь и нож ты не такой, и билда не такая. Так, сейчас мы немного будем ложить, потому что все-таки хлебушек тоненький. Ну, правильно. Ой, а он такой вот этот, очень хороший. Я вообще обожаю его. Я вообще его обожаю. Вот так. Я думаю, вот этого будет достаточно, потому что там еще сыр. Я думаю, вот этого вполне достаточно будет. Все, убираем. Этот надо хранить в холодильнике. Так, теперь мы вот эту нашу красоту складываем сюда. Так. Я вот сюда посаду. Теперь бекон мы выкладываем на сыр. А, подождите, я покажу, что я только покажу. Выключаем газ. Совсем выключаем. Потому что курица уже здесь готовая. Бекон выкладываем. Здесь американцы... Мне кажется, мужчинам в самый раз. Американцы любят бекон, чтобы прям хрустящий. Да, да, да. Каких жирков-то. Все, прям сейчас пару минут. Секунд, наверное, даже. И все, и можно будет выкладывать. Все, в рак не сложен. Потом берем все. Берем тарелочку. Ой. Вот и все. Какая красота. Закрываем вот этой половиночкой. Ага. Ох, представляете. Так. Немножечко Святой заправит. Вот это вот авокадо. Оно немножко как бы... Ага. Чтобы смотрелось так презентабельно. Презентабельно. А как правильно сказать? Нормально. Ох, красота. Положите сюда ему овощей. Давай. Вот эти, да? Он любит, конечно. Этих. Да, он хоть этот, хоть салатик. Пусть овощей таких ест, да. Я сейчас со всех сторон вам покажу этот бутерброд. Представляете? Девочки. Это очень легко готовит. Мужу своему такую вкуснятину. Вы всю ночь любите вас буду. В залюбе. А то. А сейчас вот это вот положим здесь. О, для тебя в праздник какой. Скажет, Света, приезжай чаще. Вот и все. Ой, ну, Светулька, спасибо. Давай-ка Джав позовем. Реакцию его. Он его до своей реакции может убить. Ожидаешь одно. Да, ожидаешь одно. Да, 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 да. Сейчас я его за... Идет, ага. Давай, Дир, возьми на руки, покажи ему вот так вот. Ой, Дир. Можно я его беру? О, Дир. Ой. Смотри, я сделаю для вас дно. Это выглядит очень хорошо. Вы любите? Да. Вы любите? Крутосов. Я люблю дно. Дир. Любите, Дир. Это как в ресторане. Да, это как в ресторане. Угадила! 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 Стоит для завтрака. Хорошо, я буду завтракать.